Животные, насекомые, гиганты, оружие и транспорт. В коллекции брещанина Александра Годуна сегодня порядка 140 роботов, сделанных своими руками. А один даже напечатан на 3D принтере. У каждого своё имя, история и возможности. У многих есть даже профессия и характер. Это робот Артур. Ему уже 15 лет. Я его сделал в 2007 году, но он самый двигающийся на выставке. Он может поднимать руку, здороваться, поворачивать головой, с пульта управления всё. И может даже сказать несколько слов. С вами любительность. Очень весело. Увлечение появилось ещё в детстве и плавно перешло во взрослую жизнь. Всё началось с робота-первооткрывателя. Его рост всего 15 сантиметров, и он сделан из радиодеталей с помощью клеящего пистолета. Смотрел фильмы, фантастику, рисовал много. У меня сохранилось много детских альбомчиков с рисунками. Потом я поступил в технику, ремонт, настройка радиоаппаратуры. Потом институт на архитектуру. И когда я закончил институт, получились у меня такие работы, можно сказать, скульптуры роботов. Мои роботы, когда смотришь, люди приходят и получают много позитива, когда их видят, потому что это не агрессивные какие-то тяжёлые механизмы. Они добродушные, можно сказать. Есть такой робот «Бессонница» у меня называется композиция. Там, где робот сидит на кровати, рядышком стол у него, и на столе бутылочка стоит, ну, конечно, с машинным маслом. И даже под кроватью у него горшок. А есть ещё такой робот, называется «Рождение электричества». Это мама лампочка с колясочкой. А в колясочке маленькая лампочка, ребёночки. Материал для создания роботов приносили друзья и знакомые. В ход шла сломанная бытовая техника, запчасти, куски труб, тостеры, фены, чайники и пылесосы. Так, например, из массажного кресла получилась чайка, которую машет крыльями. А из блендера и фотоувеличителя – робот-паук. Это прожектор, это фотоувеличитель, это пылесос, это тоже прожектор. Это был какой-то аксирокс барабанный, старый. Надо было ручку крутить, чтобы копировать. Вот такая вот старая советская техника. Мои роботы – это такие тяжёлые, брутальные экспонаты времён 60-80-х годов Советского Союза. Всего в экспозиции выставочного зала на Советской 70 работ, с каждой из которых с интересом знакомятся и взрослые, и дети. Главная задумка автора – удивить, увлечь зрителей, подарить позитивные эмоции, без сомнения удалась. Ходили мимо, увидели робота стоит, нам стало очень интересно. Мы решили посмотреть, там удивились, там пылесос из пылесоса сделан, из разных всяких других штук. Я думала, что только в кино можно увидеть, а оказалось, что просто можно прийти сюда. Тут такие роботы классные, разные, мне очень нравятся. Я нигде ничего такого вообще не видел, а всем, да, я рекомендую сюда прийти, это очень интересно, очень увлекательно. Прийти на выставку «Робо-арт» можно до 5 июня, а чтобы вы случайно не прошли мимо, на улице вас встретит робот. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Конечно, я не таким пылесосом бы интересовалась.